Субтитры создавал DimaTorzok Девушка, может быть, вам помочь? Помогите. Такая тяжелая, что вы-то носите? А, да это мама едой нагрузила. А, мама. Мама не такие, да. А как вас зовут? Вика. Вика. А меня Гриша. На роль принца не претендую, но побороться за сердце принцессы могу. Если, конечно, оно свободно. Пока свободна. Я же уже сказала, никаких дополнительных назначений я делать не буду. Ну, может, тогда я сама к онкологу запишусь? Да, пожалуйста. Только у вас все в порядке. Угу. Моя сестра заболела и тоже не сразу заметили. Вашу медкарту я передам в регистратуру. До свидания. Да что это такое? Я же пришла с вами по-человечески проконсультироваться. Почему вы себя так ведете? Что вам не нравится, Филиппова? Вы пришли на плановый осмотр. Я вас осмотрела. У вас все в порядке. Вы уже полчаса мучаете меня своими бредовыми вопросами. Да вашему здоровью полстраны может позавидоваться. Вы знаете, что? Я буду жаловаться. Следующая. Да, да. Роман Эдуардович, к вам начальник отдела кадров. Давай, давай, проходи. Привет, Патрусович. Ну, что, принес? Вот и и дело. Отлично. Что-то еще? Нет, спасибо. Хорошо. Вик, привет. Я на минутку. Сегодня твоя очередь в общаге ужин готовить. Ленка обратно к мужу переехала, они помирились. График сдвинулся. Не забудь. Не забуду, Света. О господи, как мне все это надоело. Это работа, это общага. Ты что? Опять ты-то нервы вытрепал? А хочешь, с шоколадкой поделюсь? Меня угостили. Знаешь, не об этом я мечтала, Света. Я вообще-то оперирующий врач-гинеколог. Меня в эту поликлинику запихнули, осмотрами теток заниматься. Уже год тут торчу. Ну, а чего ты хочешь? В роддоме работать? Да, и не только. Я хочу уважения, перспектив, денег, наконец. Я бы все отдала ради карьеры. Ой, забудь. Туда так просто не попасть. Там все главврач решает. Ну, кстати, завидный холостяк. В прошлом году развелся, и с тех пор один. Ну, что ты намекаешь? Ну, так. Ничего. Ну, просто показалось, что он на тебя поглядывал на собрание. Ну, да ладно тебе. Не выдумывай. А шоколадка вкусная. Да, один врач со скорой подарил. Кстати, а как у тебя с лейтенантом? Ты, а колечко он подарил? Необычное. Ну, пока нечего рассказывать. Встречаемся только два месяца. Конфетно-букетный период, так сказать. А как его зовут? Гриша. Вершинин. И он, между прочим, старший лейтенант. Ну, старший. Так, старший. Я побегу. Спасибо за подстраховку. Я не знаю, как так получилось. Просто вот так вот, бац, и потерялись в дыму. Такое бывает, Влад. Это расконцентрация. Тем более, сегодня два раза уже выезжали. То есть, сколько у нас? Ну, почти два месяца. В общем, тут так. Либо привыкнешь, либо рапорт на стол. Исковать своей жизнью не каждый может. Ну что, пойдем обедать? Вот и, вот и пообедали. Точно. Да-да. Роман Эдуардович, вызывали? Да-да, приходите, Виктория Сергеевна. Добрый день. Добрый день. Прошу вас. Виктория Сергеевна. Хотела узнать, как работается. А что, кто-то на меня пожаловался? Да, ну что вы. Вы замечательные специалисты и интересная женщина. А лучших сотрудников у нас принято поощрять. Спасибо. Очень приятно. Виктория Сергеевна, скажите, как вы относитесь к итальянской эстраде? Если честно, очень положительно. А что? Дело в том, что отдел по культуре прислал два приглашения на выступления итальянских звезд. Они дают единственный концерт сегодня в городе, начало в семь. Виктория Сергеевна, вы не взражаетесь, я заеду за вами в шесть. Сегодня? Даже не знаю. Ну, если вы, конечно, заняты, я пойму. Да нет. Просто как-то неожиданно. Замечательно. Значит, в шесть. Да, в шесть. До встречи. До встречи. Гришенька, тебе один-два кусочки мяса. Два, мам. Хорошо. Ты какая-то расстроенная. Да ничего. Просто с проверкой я в БХСС приходил. Целый день на нервах. Ну, как прошло? Да вроде ничего. Я человек маленький. Что с меня возьмешь? С простого бухгалтера. А у тебя как? Нормально. Давай, хорошо. Мама, я хотел кое о ком с тобой поговорить. Кое о ком? А я вот все думаю. Ну, когда же ты мне расскажешь про свою невесту? Так, стоп. Откуда ты знаешь? Я же… Я же тебе ничего не говорил. А ничего не надо говорить. Ну, мама, они все знают. Материнская интуиция. Ну, как ее зовут? Где работает? Материнская интуиция. Тебе ее имя не подсказала? Нет, не подсказала, Грешенька. Ну? Ее зовут Вика. Вика… Материнская интуиция. Прошу. Спасибо за прекрасный вечер. Вон, спасибо. Вы замечательны. Я был счастлив провести с вами время. Надеюсь, и в последний раз. Вы не возражаете, если я приглашу вас на ужин? Нет, не возражаю. Замечательно. Тогда завтра в то же время я заяду. Завтра? Да. Просто сегодня все рестораны уже закрыты. Да, давайте завтра. Валяну. Тогда до встречи. До встречи. Спокойной ночи, тетя Валя. Спокойной ночи. Тетя Валя, можно позвонить? Позвоню, но недолго. Ага. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вершинин, слушаю. Гриш, привет. Это я. Привет. Ну как ты? Не забыла? Мы завтра встречаемся. Я хочу познакомить тебя со своей мамой. Гриш, слушай, я заболела. Не смогу завтра встретиться. Что случилось? Да я плохо себя чувствую. Небольшая температура. Давай я заеду в аптеку и возьму лекарство. Нет, нет. Ничего не нужно. Я уже лечусь. Все есть. Ну что ж. Значит, знакомство придется перенести. Я скучаю. Я тоже. Чайку завари с лимоном. Ага. Лечись. Девчата, в курсе? После одиннадцати я не пускаю. Ага. Здрасьте, тетя Валь. Я к Вике. Привет, Гриша. А Вики-то нет. Как нет? Она мне вчера звонила, сказала, что заболела. Я вот решил ее проведать. Ну, не знаю. Полчаса назад как ускакала. Куда? Так откуда я знаю? Ну, довольная была. И такое впечатление, что на свидание. Тетя Валь, вы шутите? Вот я похожа на человека, который будет шутить. Ну, Гриш. Меню нашего ресторана. Ну, зачем нам меню? Есть ли у вас что-нибудь особенное для особых случаев? Просто потрясающе выглядите. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Рома, мне надо идти. А то общежитие сейчас закроется. Ну, да. Ну, до завтра. До завтра. Вика. Вика. Гриша. Значит, крутишь сразу с двумя? Гриш, я сейчас все объясню. Не надо. Я все видел. Прощай. Ну и прощай. Что ты вообще можешь мне дать? Мам. Хватит. Тебе сильным надо быть. Разве нет? Да. Работа у меня такая. А я не только о работе. Если ты о ней, то я уже в полном порядке. Не хотелось бы. Два месяца отмучился. Ну, разве нет вокруг хороших, порядочных девушек? Не вертихвосты, которые они предадут. Ну, разве нет, Гриш? Значит, такой еще не нашел. Да, чтобы найти, искать надо. Мама. Если я найду, ты узнаешь об этом первой. Обещаю. Так, все. В часть пора. Пока. Береги себя, Гриша. Марья Васильевна, эти книги тоже в архив? Да нет, подожди, Олечка. Я еще не все пересмотрела. Хорошо. Ты знаешь, пойди лучше в подсобку. Да принеси себе новый стул. Я тут совсем расшатался, ну. Хорошо, сейчас хожу. Давай. Давай. Марья Васильевна, там в подсобке пожар. Что? Да. Я попробую пока сама потушить. Олечка, осторожней. Быстрее. Вызовы пожарных. Какой кошмар. Ребята, выходим. Выходим на улицу. Быстрее, быстрее. Вперед. Быстрее, ребята. Начнем. Записывайся. Ага. Что зася в тюнице? Вперед. Ага. Вперед. Ага. 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 Ребята. Если же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже все хорошо. Вы просто немного наглотались дымом. Спасибо. И зачем вы так рисковали? Нельзя оказываться за стеной огня. Я просто испугалась, если огонь дальше, а у нас тут книги. Понятно. Но все равно с огнем не шутят. Впредь берегите себя. Книги говорите. Ну, вы рисковая девушка. Вика? Привет. Привет. А тебя что, повысили? Да. Принимаю роды, оперирую. Это мое, Света. Ну, поздравляю. А чего вообще один не появляешься? Да так. А что? Просто это странно. С чего тебя вдруг перевели акушерным гинекологам в роду? Ну, мечты иногда сбываются, Света. Это главврач Самойлов организовал. Вы встречаетесь? Вообще-то, это не твое дело. То, что мы жили в общеге в одной комнате, не дает тебе права лезть в мою личную жизнь. Я думала, мы подруги. Ты ошиблась. У меня никогда не было настоящих подруг. Так? Приятельницы и знакомые. Ясно. А я хотела тебя на свою свадьбу пригласить, свидетельницы. Но теперь, вижу, не стоит. Ты замуж выходишь, да? Представь себе. Ну, все, пока знакомые. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы ко мне? Да. Проходил мимо. Решил узнать, как вы. Спасибо. Все в порядке. Ну, так недельку дома посидела и на работу вернулась. А вы как? Сегодня кого-нибудь спасли? Я? Да. Если не спасу, ночь не сплю. Может, познакомимся? То вы, да вы. Оля. Я Гриша. Очень приятно. Оля, а какие у вас планы на вечер? Может, погуляем? Я вообще иду в кафе. Тут недалеко. Там мороженое очень вкусное. Вы как мороженое любите? А вы, значит, по мороженому? Да? Малиновое обожаю. А вы какое? Я... Пламбир обычный люблю. Пламбир там тоже очень вкусный. Ну что, пойдем? Пойдем. Значит, вы, Оля, тут и живете. Да, практически всю жизнь тут с бабушкой прожила. Я родителей практически не помню. Они у меня сейсмологами работали, вулканы изучали. Один раз попали в самый эпицентр землетрясения. В общем, из экспедиции так и не вернулись. Год назад и бабушка умерла, так что теперь одна живу. Когда мне было 11 лет, погиб мой отец. Авария в цеху на заводе. Мастер Виты был, очень любил нас с мамой. Вот, она меня и воспитала. Может, завтра снова увидимся? Завтра? Хорошо, давайте увидимся завтра. Значит, на том же месте, ровно в шесть. Я постараюсь достать билеты в кино. Говоря, сейчас в прокате французская комедия. Отлично. Тогда до завтра. До завтра, Гриша. До завтра, Гриша. Ты не видел мои ключи? Так вот, Женя, не в трюму лежат. Подожди, подожди, подожди. Иди сюда, иди сюда. Ты чего? Чего такой напряжённый последний день? Что случилось? Напряжённые? Вот Светка из терапии замуж выходит. Поздравь от меня. А я свою свадьбу схожу. Мы вместе уже сколько живём? Два месяца? Ты считаешь, что это достаточный срок, чтобы узнать друг друга? Это всё, что ты хочешь мне сказать? Нет. Ну, я закончил этот разговор. И пойдём на работу. А то опоздаем. Ты едешь? Увидимся в больнице. Увидимся в больнице. Гриш! Здравствуй, Вика. Давай поговорим. Я сделала ошибку. Большую ошибку. Может, начнём всё сначала? Я скучаю, Гриш. Вика, всё, что было между нами, в прошлом. У тебя что, кто-то появился? Как её зовут? Это не важно. Это что, такой большой секрет? Её зовут Ольга. А всё остальное тебя не касается. Быстро же ты меня забыл, Гриша! А знаешь что? Ты для меня теперь тоже в далёком прошлом! Вот, держи. Потом расскажешь, понравилось или нет. Привет! Ты чего тут? Случилось что-то? Оля, выходи за меня замуж. Я хочу, чтобы мы всегда были вместе. Я окончательно осознал, как ты мне дорога. Я очень тебя люблю. Очень. Я тоже тебя очень люблю. Маш, Маш, иди сюда. Маш. Маш, ты куда собралась? Ухожу, всё. Ищи себе другую, гражданскую подружку. Ну, зачем же гражданскую? Виктория Сергеевна, вы выйдете за меня? Я предлагаю вам руку и сердце. Что? Ты серьёзно? Слушай, я... Думал о нашем разговоре. Ты... Ты права. Просто боялся снова жениться. Даже не знаю, как это объяснить. Вот. Ну так что, ты согласна? Я согласна. Ну и слава Богу. Слушай, да, у нас же тут освободилось место заведующего роддома. Ну что, ты готова? Да. Гриша, давай я сама порежу. Так, доктор что тебе сказал? Никакой лишней работы. Я всё сам сделаю. А ты знаешь, что мне доктор ещё сказал? Что у нас по всем признакам двойня будет? Правда? Ты рад? Потому что я очень рада. Они будут вместе расти и вообще всю жизнь будут рядом. Точно. Ну и когда в роддом? Сказали, через неделю. Совсем чуть-чуть осталось. И сейчас. Вершинин слушаю. Доброе утро, товарищ майор. Вас понял. Уже собираюсь. Что случилось, Гриша? Срочный сбор по тревоге. В области горит лес, местные не справляются. Наше отделение вдвигается и на помощь. И когда ты вернешься? Да. До родов успею. Люблю тебя. И я тебе, пожалуйста. Будь осторожен, ладно? Надо собираться. Доброе утро, Виктория Сергеевна. Доброе утро, Паш. Паша. Ты сегодня дежуришь? Да. К сожалению, отпуск имеет свойственно заканчиваться. Скажи старшей сестре, чтобы ко мне подошла. Последний раз ее предупрежу, если не наладит процесс уборки, придется прощаться. Да. Безусловно. Конечно. Здравствуйте, тетя Дина. Как твои дела, Оленька? Скоро уже? Ой, скоро. Я в магазин иду. Вам что-то нужно? Нет. А чего ж Гриша не поможет? Его утром по тревоге вызвали. Там в области пожара. Да мне чуть-чуть нужно. Пойду. Что? Ой-ой-ой. Ой, тянет. Может, началось. Ой, я не знаю. Так, сидись. Никуда не вставай. Я сейчас в комнату. Что здесь? Скорая роженицу привезла. Начались схватки. Везем в операционную. Хорошо. Сейчас подойду. Виктория Сергеевна. А, можно на минутку у вас? Там роженицу только что привезли. Скандаль, это ужасно. Требует именно вас. Что значит требует? Ну, собственно, вот она. Так, это ты тут главная. Давай, пошевеливайся. У меня уже воды отошли. Ну, во-первых, не ты, а вы. Мы с вами в куклы не играли. Сейчас вас осмотрят. Нет, ты не поняла. Все должно быть по высшему разряду. Я Ирина Ильина. Ну, и что? А я Самойлова. Так, давай на осмотр ее, потом мне сообщишь. Все на общих основаниях. Да вы что тут все? Вы не поняли? Я сказала, я Ирина Ильина. Да. Все поняли, Ирина. Все вот хорошо. Да что же это? Вы очень успокойтесь. Дышите. Оля, вы молодцом держались. Все прошло без осложнений. Поздравляю с двойней. У вас два мальчика. Иди, иди, иди. КОНЕЦ КОНЕЦ Вы заведующая? Да. Я Ильин. Андрей Павлович первый секретарь обкома партии. Решил лично с тобой поговорить. Ирина, Ильина ваша дочь? Она же ясно тебе об этом сказала, дрянь. Она вообще не должна была здесь рожать. Она должна была завтра лететь в лучший роддом столицы. Там ее ждали, я обо всем договорился. Я не знала. Ее как раз готовят к операции. Мы сейчас все организуем. Не сейчас, а немедленно. Ними причем, чтобы это все было сделано на самом высшем уровне. Лучшие врачи, лучшие импортные лекарства, лучшая палата. Ирина должна беспроблемно родить и выйти отсюда с ребенком и улыбкой. Конечно. Мы все сделаем. Я сама у нее роды приму. Запомни, как следует запомни. Ира моя единственная дочь. Если не дай Бог, с ней или с ребенком что-нибудь случится, я тебя уничтожу. Ты не то что врачом, ты уборщицей работать нигде не сможешь. Ты поняла? Угу. Ты поняла? Да. На связи. Дочерью займись. Я позже позвоню. Виктория Сергеевна, я введу еще один кубик. Хорошо. Как он? Виктория Сергеевна, у тебя ног очень слаб. Сердце еле бьется. Он может не выжить. Он должен выжить. Должен. Срочно в реанимацию. Хорошо. Пошьем. Родильное отделение. Слушаю. Кто? Кого? Минуточку. Виктория Сергеевна. Виктория Сергеевна. Вас к телефону. Кто? Ильин. Да, Андрей Петрович. Как Ира? Родила уже? Да. Только что. Ну, не томи. Кто родился? Родился мальчик. Поздравляю вас. Все прошло без осложнений. Ирина спит. Ребенок тоже. Внук, значит. Ну, пускай спят. Завтра навещу. Не терпится их увидеть. Все, давай. Виктория Сергеевна, можно вас на минуту? Как ребенок? Увы, но ребенок умер. Что? Не может быть. Вы должны были его спасти. Мы сделали все, что могли. Мне очень жаль. Да. Ладно. Вызывали и перезвонили. Да, Паш. Скажи, пожалуйста, кто еще сегодня рожал, кроме Ильиной? Ольга Вершинина. Двойню. Работает в детской библиотеке. Два мальчика. Вершинина? Да. Что-то еще, Виктория Сергеевна? Нет, Паш. Можешь идти. Хорошо. Хорошо. Ее зовут Ольга. А все остальное тебя не касается. Шكτι. Играет музыка. Продолжение следует. Эта штука. Бел BLOCK КОНЕЦ 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 Ну, что? Как Ильина? Все в порядке. Роды были тяжелыми. Пришлось делать кесарево. Родился мальчик. Ну, хорошо. Хорошо. А то я переживу возле тебя. Поехали домой, Ром. Конечно. Конечно. Вершинина кто? Это я. Такой хорошенький. Вот. Ой, привет, мой маленький привет. А где еще один? Крепись, девочка. Второй мальчик ночью умер. Сказали, синдром детской внезапной смерти. Такое бывает. Мне очень-очень жаль. Нет. 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 Наешь свою мамочку. Да? Мы с папой тебе имя уже придумали. Димочка. Димочка, тебе нравится моя зайка? Моя зайка. Привет, ты извини, что я ее из роддома не забрал. Думал, в городе буду раньше. Ну, привет, сын. Богатырь. Будем знакомиться. А где второй? Один у нас богатырь, Гриша. Второй ребенок умер. Как? Точно очень. Как же. Как же это. Ну, все. Субтитры подогнал «Симон»? Увы. Экоп. Увы. Идин. Идин. Идин.